Для того, чтобы начать менять свое мышление, начать менять свою жизнь, тебе нужно очень хорошо подумать. Тебе нужно подумать о том, какая цель тебе необходима. Тебе нужно подумать о том, куда тебе цель в конечном итоге приведет. Что ты от этого получишь? Зачем тебе это нужно? Будешь ли ты счастлив? Будешь ли ты успешен? А что даст тебе этот успех? Что даст тебе богатство? Что даст тебе счастье? И вообще, что в твоем понятии счастье? Каким ты его видишь? Каким ты его представляешь? Потому что счастье у каждого разное. Кто-то может быть счастливым, занимаясь любимым делом. Кто-то может быть счастливым, проводя время в определенной обстановке. Кто-то может быть счастливым, потому что он, например, публичная личность. У каждого счастье разное, и вот тебе нужно подумать, что в твоем понятии счастья, куда ты идешь, и что ты в конечном итоге хочешь получить, и как вот этот результат, вот то, что ты хочешь получить, повлияет на твою жизнь. А еще тебе нужно подумать, от чего тебе придется отказаться на этом пути, потому что, чтобы получить что-то новое, тебе нужно избавиться от всего старого, от всего того, что тебе мешает, что тебе не дает двигаться вперед. Я расскажу тебе одну маленькую притчу. Был старец, который учил своих учеников, и вот он взял кувшин и насыпал полный кувшин камней, ну вот таких где-то, и спросил учеников, полон ли кувшин? Ученики ответили, да. Тогда он взял камушки поменьше, вот такие вот маленькие, и насыпал туда, потрусил немножко, камушки провалились, заняли пустое пространство, и старец опять спросил своих учеников, полон ли кувшин? Они ответили, да, полон. Тогда он взял песок и насыпал еще песка, и песок занял все пустое пространство в этом кувшине. Когда старец спросил, а сейчас полон ли кувшин? Студенты ответили, да. Тогда он взял кружку воды и вылил в этот кувшин, но так как кувшин был уже занят камнями, песком, камнями поменьше, в воде просто некуда было просачиваться, куда попала только какая-то часть, а вся остальная вода вылилась. И тогда студенты спросили, а что, к чему это, зачем? Почему, ученики? И старец ответил, для того, чтобы набрать новые знания, для того, чтобы набрать все новое, для того, чтобы поменять свое мышление, тебе сначала нужно избавиться от всего того дерьма, которое находится у тебя в голове, от всех тех сомнений, страхов, убеждений, и от всех твоих видений этого мира, так как ты его видишь, чтобы ты мог загрузить в свою голову что-то новое, чтобы ты мог усваивать новую информацию, чтобы ты мог ее анализировать, чтобы ты мог ее использовать. Поэтому, для того, чтобы менять свою жизнь, вначале нужно понять, куда ты движешься, зачем ты движешься, что в конечном итоге ты хочешь получить, и избавляться от дерьма в своей голове, от всего того, что мешает тебе в достижении твоих целей. Поэтому, начинай с себя, начинай с мышления, и когда ты начнешь над собой работать, ты увидишь результаты, и эти результаты будут очень-очень интересны. Ты даже не знаешь, даже не подозреваешь, даже не можешь себе представить, как ты можешь реализоваться. Но для того, чтобы это сделать, сначала нужно убрать дерьмо у себя из головы. Поэтому выбирай, хочешь ли ты жить такой жизнью, как живешь сейчас, или хочешь ли ты меняться и получить действительно то, что тебе нужно и что тебе необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok